У меня в руках на сегодняшний день представлен один из вариантов новой продукции, которая называется литковая приставка, многофункциональная литковая приставка, которая сейчас изготовлена в пластмассовом варианте. Он был сделан, вот этот образец, взамен моделей этой литковой приставки. Она сейчас состоит из двух частей. Это базовая составляющая, которая крепится к передней стенке улика и с тем, чтобы точно попасть на прорезь литка, использованы вот эти элементы консольного крепления, которые сразу дают возможность совместить просвет литка и с просветом тоннеля. И сменная составляющая дает возможность, в зависимости от сезона и зависимости от того, какую цель мы преследуем, используя эту литковую приставку, ее использовать. Ну, например, если она собрана так, как сейчас показано перед нами, значит, начнем с ранней весны. Ранняя весна, особенность забота и пчел, и пасечников заключается в том, чтобы сделать как можно успешней и быстрее по времени очистительный облет. Но не всегда бывает так, что погода позволяет нормальный облет и сделать с минимальной потерей пчел. Что мы имеем в виду? И вы это прекрасно знаете. Бывает зимой, когда эти окна где-то там с 5, например, по 12 февраля, и солнышко, насвечивая на переднюю стенку улья, нагревает ее. Челка выходит из литка, солнышко ей в глазки, и она полетела, не ориентируясь в температуре окружающей среды. При этом что получается? Она вылетела, полетела, села и окоченела. Если же идет литковая приставка наличия, дает возможность, используя оппозитно расположенные верхние и нижние пластинки тоннеля, дает возможность использовать аэродинамические потоки воздуха, прохладного воздуха, который поднимается из поверхности земли. И пока пчелка пройдет, если она даже и попадет в литково, сейчас в прорезь литка, пока она пройдет вот эти вот 8 отверстий, щелей вот этих, она имеет возможность почувствовать температуру, ощутить температуру окружающей среды. И она возвращается назад в литок, не давая команды на очистительный, массовый выход на очистительный облет. Значит, да, она может оставлять продукты метаболизма здесь, в вот этом тоннеле, но нету общего выхода и нету такой потери биопотенциала пчелосемьи. Вторая задача, которая решает вот это наличие установка этой литковой приставки, когда возникает ситуация, что пчеловод не может регулярно или с определенной частотой попадать на пасеку. И он не всегда может контролировать своевременно выход, например, роя. Наличие вот этой приставки не дает возможность выйти несанкционированному рою. Это сделано за счет того, что вот этот тоннель имеет калиброванный зазор, который не позволяет выйти матке при наличии вот этой литковой приставки. Значит, даже та половина роя, которая может выйти, она при отсутствии следования за нею матки, она все равно вернется назад в этот же улей, откуда он и выходил. Тогда пасечник необходимо отделить вот эту вот часть литковой приставки, которая разделяется. Остается только базовая часть с возможностью прохода по этому тоннелю молодой матки. Она вышла на чистительный облет, облетелась, вернулась у пчелосемью. Пасечник собирает вот эту опять приставку и дает возможность теперь дальнейшему развитию функционирования этого устройства. Дальнейшее функционирование заключается в следующем. Значит, мы имеем ситуацию, когда идет воровство. Наличие литковой приставки дает возможность исключить проникновение в улей блуждающих пчел и пчел воровок. Это связано с тем, что здесь в тоннеле сделаны обманные направляющие, которые дают возможность челе, во-первых, когда она попадает ближе к крайним точкам литковой приставки, она может выходить через отверстия, которые вот сделаны в литковой приставке. И эти же отверстия, кстати, используются для того, чтобы отвести труд. То есть, чтобы мог выходить труд при наличии этой литковой приставки. Но есть варианты использования литковой приставки, когда она будет использована, например, на пасеках, где ведется селекционная работа. А тогда можно использовать контейнер, который отклавливает тех трутов, которые выходят из семьи. Это, как правило, половозрелые прутни, которые идут на очистительный вылет и вообще вылетают по природному зову. Значит, вот они могут выходить из вот этих отверстий, которые сделаны в литковой приставке. То есть, мы решаем еще одну задачу. Это исключение или предупреждение воровства одной пчелосеми на другую. Эффект тот же. Значит, когда вот чужая пчела, а литковая приставка имеет конструктивные особенности, которые позволяют при выходе воздуха из литка в процессе вентилирования, значит, это воздушные потоки из запаха химинектара, мёда и всего остального, значит, они находятся возле передней стенки. И сюда же направляется оса, например, шершень. Сюда направляется пчела-воровка. Но она не может пройти, не попасть в литок. При движении, при движении по тоннелю происходит тот же эффект, который уменьшает наличие запахов за счет аэродинамики, восходящих потоков. И чужая пчела или воровка теряется. Она проходит одну, нету, вторая нету, третья проходит, нету. И скоростная съемка показывает, которые были сделаны вот на этих литковых приставках, которые, верхняя часть тоннеля сделана из прозрачного материала, но в данном случае из стекла, видно, что где-то после четвертого или до четвертого, не доходя, пчела и оса возвращаются. Шершень принципиально не может сюда попасть из-за того, что здесь калибрована высота тоннеля, и он туда не может попасть. Вопрос касается защиты, например, пчелосемьи от химических или других, например, отравлений, когда происходит это. Тогда разъединяется приставка, соединяется вот таким образом, как я вам сейчас вот это вот показываю. И не изменяя, не нарушая процесса вентиляции или микроклимата, мы можем держать литок, предположим, который не позволяет выйти пчеле до тех пор, пока будет действовать ядохимикат. Этот же эффект происходит тогда, когда нам необходимо производить перемещение пасеки с одного участка на другой. Происходит то же самое. Мы берем вот эту составляющую, переставляем ее вот в такое положение, уменьшаем консольную составляющую, даем возможность ближе располагать улей один к одному, если мы грузим на автомобиль. Но это не касается павильонных, павильонного процесса содержания, когда мы делаем погрузку ульев, например, на прицепе, платформе там и куда-то. Тогда вот этот эффект тоже дает возможность надежно сохранить и прекратить, не пользуясь там никакой ветощью, никакими заслонками и так дальше, и так дальше. Мы используем ее для того, чтобы ограничить выход пчел в процессе транспортировки. Дальше. Еще один момент. Этот момент заключается в следующем. Те, кто проживает ближе возле лесистых участков или леса, знают, как допекают. Ну, за осы и за шерсть мы уже сказали, о чем идет речь. То есть, не только мы ставим там бутылки, но оса тоже не проникает по этому тоннелю в летковую пчелосемью. Теперь зимой. Зимой, осенью, ранней весной, предположим, когда кормовая база у птиц, ну, будем говорить, неудовлетворительная или слабая, они, если брать синиц, если брать дятлу, если брать соек и другую живность, которые могут прилетать, садиться на прилетную доску, механически, например, раздражать пчел путем постукивания по передней стенке улья, пчела выходит, на улице еще прохладно, значит, они берут эту кволую или полукволую пчелу или ее, предположим, съедают. Значит, вот при наличии вот этой приставки, ни синица, ни дятел, не имеют доступа непосредственно к клетку, к клетку. И как бы там они, например, не стучали, как бы не пытались они раздражать этих пчел, они не выходят, они даже, то есть, они выйти могут, но у них нет возможности добраться до вот этих пчел. И синица и дятел, предположим, через определенное количество раз или с первого раза улетают там, где есть возможность непосредственно добраться до пчел. А также мы можем использовать, есть варианты использования, предположим, этих клетковых приставок, как источник ультрафиолетового облучения пчел, летных пчел, которые проходят в зависимости от взятка, в зависимости от силы пчелосемьи, которые проходят через ультрафиолетовое облучение, которое создается светодиодами, которые излучают длину волны в ультрафиолетовой области. И тем самым мы обрабатываем их, или автоматически происходит обработка от патогенной микрофлоры, и в том числе и от клеща варва, или клещ деструктор, неважно что. Но что получается? Пчела летает на солнышке, он уходит на стариниты, прячется в межсегментарных пазухах и вообще находится снизу, уходит от освещения солнцем. А когда пчела идет, предположим, в потоке ультрафиолетового облучения, она облучает и вверх, и низ ее облучает. И эксперименты проведенные показывают, что клещ осыпается при этом с вытекающими для пчелосемьи последствиями. И еще раз напомню, что речь идет о физических способах защиты пчелосемей от болезней и врагов. Поэтому все созданные химические препараты могут оказаться или оказать содействие, которое не подлежит оправданию его использования с точки зрения динамического, экологического, чистого производства пчелопродуктов. так вот, вот эти вот летковые приставки на сегодняшний день, я вам уже говорил, что их было выпущено сейчас около двух тысяч штук, правда, в деревянном исполнении, в деревянном исполнении. Но мы пришли к выводу все-таки, что пластмассовая будет лучше в процессе, лучше в эксплуатации. Если происходит такая ситуация, что имея калиброванный выход, пчели не всегда удачно, она проходит и очищает, например, в процессе очистки улья от пчелок, которые погибли, так, они ее оставляют на первой части вот этой летковой приставки. Тогда, имея вот эти вот выступы консольные, мы очищаем, очищаем от наличия, от наличия мертвых пчелок и после этого опять ставим ее в рабочее положение. Значит, она сделана на просвет летковой перемогольной формы 180 миллиметров длины. Если это летки имеют большую длину, можно ставить две летковые приставки с разным функциональным использованием той или иной приставки. Либо, если у вас идет по всей длине леток в особенно многокорпусных ульях, тогда оставшуюся часть вы перекрываете и даете возможность ходить пчелке через вот этот леток 180 миллиметров длины. Спасибо за внимание, желаю хороших медосборов, желаю ситуации, чтобы мы не теряли раи, хочу, чтобы все-таки нашими общими усилиями мы могли пропагандировать и передовые технологии, и те устройства, которые хоть на какой-то маленький пусть шажочек дают возможность облегчить труд пчеловода, повысить эффективность содержания и повысить рентабельность пасеки. С вами был непочестный пасечник Украины, профессор Романченко Николай Анастасович.